Фракционный термолиз, наноперфорация, лазерная шлифовка, лазерный пилинг, фракционный фототермолиз. Сегодня мы поможем вам разобраться со всем этим разнообразием процедур, чтобы вы могли правильно выбрать для себя более оптимальную, эффективную, безопасную методику. Одной из самых популярных и прогрессивных методик на современном этапе является фракционный лазерный термолиз. Эта процедура выполняется в различных клиниках и на различных аппаратах. Это аблетивная методика, то есть с нарушением кожных покровов. Не надо подать с фракционным фототермолизом, который является неаблетивной методикой и проходит без нарушения кожного покрова и выполняется на таких аппаратах, как Фракцель, М22 и другие, которые основаны на IPL-технологиях. Позже мы детально разберем это. Фракционный лазерный термолиз проводится на СО2 и Эрбиевых лазерах. В чем же различие? СО2 лазер – это хирургический лазер, который используется в медицине с 60-х годов для сечения рубцов новообразования на коже. Лучи СО2 лазера глубоко проникают в дерму с большой зоной коагуляции, то есть повреждения окружающих тканей, что дает более выраженный омолаживающий эффект, но с другой стороны может вызвать серьезные повреждения в тканях и как следствие осложнения, такие как гипропигментация, длительные отеки покраснения, затяжной период реабилитации, рубцевание тканей, так называемый эффект марли и виседочек. Часть осложнений носит временный характер и со временем может пройти, в то время как серьезные осложнения остаются у пациентов на всю жизнь и поддаются лишней значительной коррекции. СО2 лазером не выполняется обработка таких деликатных зон, как область вокруг глаз, вокруг пта, область декольте и шеи и тыльная поверхность кистей, силу очень тонкой кожи в этих областях и риска осложнений. Зато это прекрасно может выполнить другой аппарат для фракционного термолиза – эрбивый лазер. Его еще называют холодным лазером, так как у этого лазера минимальная зона коопуляции. В связи с этим короткий период реабилитации. Высокая степень безопасности и удобства в работе при проведении процедур шлифовки. Отсутствие боли или незначительное ощущение жжения в процессе проведения сеанса и короткое время после него. Срок полного восстановления петелиального слоя составляет 3-8 дней в среднем, что значительно меньше по сравнению с регенерацией после применения СО2 лазера. Отсутствие гермикационной линии в области воздействия. Разберем технологию фракционного термолиза. Фракционный термолиз представляет собой раздробленный лазерный инкурс, который воздействует на кожу многочисленными микролучами, при котором зоны повреждения чередуются с необработанной тканью. За одну вспышку размером в 1 квадратный сантиметр лазерный луч пробивает на коже множество микротуннелей, так называемых микрорамок. На нашем аппарате 169 на 1 квадратный сантиметр, оставляя вокруг каждую из них не затронутую область. Вызванные импульсами повреждения дают толчок восстановлению структуры кожи по всей обработанной поверхности. Клетки, сохранившиеся вокруг зон воздействия, начинают интенсивно реконструировать поврежденный участок. Таким образом формируется новая функционально активная молодая кожа. В нашей клинике для фракционного термолиза мы используем РБВ лазер нового поколения, немецкого производства MCL-30, Dermon Black компании Asclepio. Мы успешно провели множество процедур и наши пациенты остались довольны результатами. Фракционный термолиз области вокруг глаз раскладывает морщины и подтягивает веки так, что эффект сравним с хирургической протяжкой веки. Для этого достаточно трех процедур с интервалом в месяц-полага. В нашей клинике для большей эффективности мы чередуем процедуру фракционного термолиза с рефтерапией, бюревитализацией и плазмотерапией. После лазерной абляции улучшается оптическое свойство кожи, то есть ее качество. Она становится более ровной, подтянутой, так как сокращается кожный лоскут. Уходят мелкие морщины, сужаются опоры, кожа светлеет, исчезает участки гиперпигментации и уменьшается явление купероза. В чем же различие между фракционным термолизом и фракционным фототермолизом? Фототермолиз – это необъективная методика без повреждения кожных покровов. В ее основе лежит IPL-технология. Процедура проходит без всяких следов, нет периода реабилитации. На курс необходимо 5-7 процедур. При этом оптические свойства кожи не изменяются, то есть под фракционным фототермолизом, понимая, светотепловое воздействие на ткани. Эта процедура схожа с необъективным лазерным омоложением, которое проводится в нашей клинике диодным лазером MediaStar Next. Надеюсь, мы смогли вам помочь разобраться в лазерных методиках омоложения, чтобы вы могли сделать правильный выбор.